Так, поехали. Стоит вроде как. Опять-таки, триногу свою не нашла. Одна тринога, которая есть у меня, только она без этой есть. Та тринога, которая еще у нас с такими гибкими ножками, ее можно цеплять было где угодно. Было бы удобнее, как раз, так снимать. Это самое. А с компьютера не записываю, потому что там еще программку надо там. Камеру нужно перетаскивать в другой комнате, это очень геморройно. Сейчас камера удала сыну с вами. Так, значит, продолжаем начать на комментарии. Давайте начинаем тут. Начать запись. Так, клик. И поехали с этим разбираться. Мы остановились вот на этом комментарии. Здесь я уже поставила лайк, значит, уже просмотрела. Так вот, стричь комментарий. А нужно ли ставить новый слой перед тем, как клинить? Кто-то на это ответил. Для подстраховки да. Ну, мой ответ, в принципе, точно такой же. Для подстраховки, конечно же, можете поставить новый слой перед тем, как клинить. Я обычно делаю так. Я вот оригинал скана, как бы оставляю, как, ну, так и называю, слой оригинал, его копирую, и на копии уже начинаю клинить. Потому что, если вдруг мне придется там откатиться на несколько шагов назад, допустим, да, бывает так, что мы закрываем фотошоп, эти самые шаги, как бы история шагов у нас стирается, да, когда мы снова включаем файл, мы смотрим, оба-на, тут самая, как бы, ошибка была, да, а я уже не могу вернуться обратно, да. И так у меня, как бы, всегда есть слой оригинальный, где я, как бы, могу, ну, всегда могу вернуться к этому пункту, к этому изначальному, как сказать, не... изначальному статусу, так сказать, да. При этом я могу не полностью все надо отменить, да, а только, допустим, в слое, который я делала клинь, я делаю дырочку небольшую, там, стираю, да, вот это место, и получается оттуда, как это просвечивается, оригинальный слой, и вот его видно. Либо же я из оригинала вырезаю этот кусочек, да, если нужно будет там что-то дорисовать на нем, вырезаю из оригинала этот кусочек, делаю, копирую, ставить, ставлю, ля-ля, на то же самое место, где он должен стоять, да, и вот уже дальше его потом соединяю со своим слоем клина, и дальше там вырисую, ну, зарисовываю, как мне нужно. То есть для подстраховки я, ну, всегда рекомендую делать, обязательно какой, новый слой, ну, то есть как бы, новый, новую копию этого слоя сделать. Можно, конечно, сделать просто новый слой, то есть не копировать оригинал, да, делать новый слой, потом на нем уже как бы рисовать что-то такое. Но там немножко посложнее получается, если вы, допустим, будете штамп делать или заплатку, то там надо будет еще несколько настроек на дополнительное сделать, чтобы он, так сказать, брал информацию из другого слоя, потому что если вы начнете штамповать только на одном слое, да, то он будет, получается, в этом слое у вас пустота, да, то есть вы будете штамповать эту самую пустоту, то есть он вам ничего не штампует, потому что там еще пусто получается, да. Поэтому нам нужно где-то галочку нажать, чтобы он копировал из другого слоя, типа такого. Вот. Так, давайте дальше поехали. Следующий вопрос. По поводу слоёв это... Ну, вот я хотела, конечно, ещё сделать эти видеоуроки по поводу, как работать со слоями, да, ну, чтобы более конкретно какие-то примеры показать, да, что вообще можно делать с этими слоями. Но вот всё не до этого было, да, и вот теперь даже... Пока ещё я в раздумьях, стоит ли мне делать те самые такие видеоуроки или нет. Скорее всего, стоит, потому что какой ещё контент я буду с тобой кладывать, да. Ну, в смысле, у меня есть контент, который я могу с тобой кладывать, да, по поводу дизайна, там, ну, всё в таком духе, да. Но начать, в принципе, с фотошопа почему бы и нет, потому что фотошопа, это всё-таки такая как бы основа основ. Даже те же самые программки, типа вот то, что я говорила, что я хотела бы ещё делать по критии и гимпу делать видеоуроки, в принципе, там видеоуроки должны были быть... Ну, в моём представлении, видеоуроки должны были быть такими, что, типа, здравствуйте, сегодня мы будем обращать вас по гимпу. Гимп — это то же самое, что и фотошоп, только бесплатный. И это самое... Объяснило бы, где такие инструменты, а дальше и всё, как бы на этом закончилось. Потому что всё остальное, как бы все остальные примеры и так далее, это всё то же самое, что и в фотошопе. Просто-напросто интерфейс другой. И критая — то же самое. То есть у критой там есть... Точнее, у критой нету некоторых функций, которые есть в фотошопе. Какие-то дополнительные, может, функции есть, но, в принципе, там не настолько много дополнительных функций, которые сильно бы различались от фотошопа. То есть если вы будете знать, допустим, фотошоп, это означает, что вы, можно сказать, знаете все остальные программки для рисования пиксельной графики. Вот. Ещё дополнительно можно было бы рассказать про программку Illustrator, да, это векторная графика, это тоже очень интересная штука. Если вы узнаете Illustrator, то получается, что вы и будете знать, как работать и с другими программами, которые работают с векторной графикой. Это, например... Господи, как они называются все? Я уже не помню. Короче, мне была... Я найду какую-нибудь ссылочку, да, оставлю в описании видео, там где-то будет написано, допустим, ну вот, программа от Adobe и какие-нибудь аналоги к нему. У Adobe есть несколько серий, несколько этих программ, да, допустим, основные для дизайна, это у нас Photoshop, Illustrator и InDesign. Вот эти три как бы самые основные для медиа-дизайна, да, это медиа-дизайнер, который графический дизайнер называется в России. Ну, допустим, в Германии называется медиа-дизайнер, в России называется и графический дизайнер. Хотя, а здесь в Германии графический дизайнер означает больше тех, кто именно рисует, допустим, да. А в России графический дизайнер, это не тот, кто рисует, но тот, кто еще и составляет какие-то там, какие-то конкретные вот, ну, допустим, вот эти, какие-то наклеечки, такая, да. Кто-то же тоже ее составил, да, в какой-то программке. Скорее всего, это было составлено в этом самом, в... Ну, либо InDesign, либо это самое, либо Illustrator как раз-таки. Точно не Photoshop, потому что эту картинку можно делать и такого размера, эту картинку можно было делать и такого размера, и эта самая четкость при этом не потеряется. Вот. Такую вот штуку очень легко делать в этом самом, в Illustrator, ну, либо в этот самом, в InDesign. Так, что тут мне еще какие-то проблемы? В принципе, любую штуку возьмите, там, книжку, вот этот самый, чехол для вот этого. Вот это, возможно, в Photoshop была сделана, вот эта картиночка. Хотя, в принципе, и в Illustrator тоже можно было делать. Зависит от того, какие картинки вот это за основание брали. Если это картинки пиксельные, то удобнее, наверное... Хотя нет, наверное, не знаю, в Illustrator тоже, конечно, удобно. Ну, вот этот можно было и в Illustrator, и в Photoshop, допустим, сделать, да? Размеры только нужно подогнать. Письма. Даже письма вот такие вот не обязательно в Word делать. Их можно делать в InDesign. Тоже довольно-таки будет как бы структурировано и так далее. В Word, допустим, у Word, ну, Microsoft или прочих программах подобных Word, у них там есть проблема в том, что эти стандарты, они как бы постоянно скачут, так сказать, да? То, что, допустим, на одном компьютере у вас выглядит вот так вот, да? Красивенько, все четенько. А на другом компьютере вы включаете, и у вас текст съехал, картинка не в том месте. А еще, когда картинку передвигаешь, такой геморрой, на самом деле, передвигать картинку в этом Word. Это очень неудобно, я терпеть не могу это делать. А вот если вы через InDesign это будете делать, то это будет гораздо удобнее. Там ничего не скачет, все самостабильно, все это остается на своих местах и так далее. И там как бы намного больше функций, гораздо больше функционала, чем тот же Word вам может предоставить. Конечно, в Word тоже много чего можно сделать, но очень геморройно это получается. Возьмете любую книжку, у меня такая книжка, вот, Гутагестальт, хороший, хороший дизайн называется книжка. Любую книжку, вот такую, да, это тоже, как получается, кто-то же ее тоже за дизайне получается, да? То есть, как бы, кто-то его лей-аут как-то сделал. Это тоже делается в том же самом InDesign, вот это можно все сделать. То есть, здесь у нас столбец такой, здесь у нас столбец, это самое, с текстом, картинки, чтобы были все одинаковые размеры. Ну, как бы тоже одинаковые, чтобы они как бы в сетку нашу попадали. Тут есть такая сетка лей-аутская. Я, честно говоря, не знаю, как это по-русски будет называться, поэтому я название пропускаю. Да и зачем вам эти названия знать? В общем, вот. Так, что еще тут еще у меня есть показать? А, любая упаковка. Вот мне тут лежит упаковка. И тут такой хлам на столе. Куда нет книг, какой-то хлам. Вот. Здесь упаковка, у меня эти детские кубики здесь такие были. И тоже получается, она как раз таки разваливная, почти что развалившаяся, ребенок с ней постоянно играет. Получается, вот такая вот фигня, да? Вот эта вот, да? То есть это тоже, по идее, надо было как-то за дизайн. То есть, чтобы вот эта часть была, она вот именно вот такая, да? Чтобы именно вот так вот ее вырезали, да? Тут, если посмотрите, тут самое, тут неровненько, да? Вот такая вот смесь, с такой выемкой. Вот эта часть, она будет вот такого цвета, здесь будет кто-то нарисовано. Эта часть, она будет такая, здесь будет кто-то нарисовано. Здесь будет такой вырез, здесь будет такой вырез. Все эти вырезы тоже, это все в InDesign делается, ну, можно сделать. В Illustrator тоже такое можно сделать, вот. Но мне кажется, удобнее, наверное, удобнее в Illustrator делать, потому что в InDesign там обычно фиксированный размер страницы, то есть, если вы делаете новую страницу, то она будет точно такого же размера. Там, конечно, можно поменять, но это сложнее. Ну, что сложнее, там нужно делать несколько кликов мышки, чтобы сделать так, чтобы другая страница была другого размера. А в иллюстреторе там площадь, на которой вы работаете, вы можете очень быстро растянуть все это самое, побольше, поменьше сделать, как вам нужно. Так что в иллюстреторе вот эта штучка будет, наверное, попроще сделать. А в индизайне, скорее, больше вот такие вот печатные какие-то издания, типа брошюрки, там, где много листов, где они все должны быть примерно одинакового лейаута, вот это там удобнее делать. Ладно, это все, что касается одного маленького вопросика. Наговорила еще кучу личного. Ладно, поехали дальше. Следующий вопросик. Как мне это очень пригодится? Меня приняли тайпером в команду, так что теперь прокачиваю, простите, если неправильно, свои навыки. Спасибо большое за урок. Вот, смотрите, это был комментарий к этому, тайп быстро по тайпу, часть вторая. Здесь видно, что он начинающий тайпер. Почему? Потому что между скобкой и вот концом слова нужно поставить пробел. Вот здесь вот пробел нам не нужно ставить. Так, здесь это все нормально. Двойные скобки поставили. Так, мне телефонный звонок идет. Секундочку, отвечу сейчас. Так, на чем остановилось? А, то, что в этом комментарии у нас есть проблемы с тайпом уже в самом комментарии. И вот это, можно сказать, с этого можно и начинать, тайп изучать. Допустим, я когда сообщение мужа проверяю, то есть, допустим, муж пишет кому-то сообщение на немецком языке и говорит, Сама, Даша, проверь, правильно ли я написала? То есть, я лучше, я не знаю немецкий язык. И он хочет, чтобы я проверила, правильно ли я написала его, правильно ли он написал текст. А я вместо текста, ну, я текст посмотрю, текст, в принципе, сойдет такой, нормально, пойдет для этого, чтобы отправить сообщение. Но, блин, я вижу, что там тут после запятой нету пробела, тут, наоборот, перед точкой стоит пробел, там еще что-то, там, скобка не так поставлена, там это не так поставлено. Я, короче, больше вот эти вот тайповские вещи в него там исправляю, чем сам текст. То есть, в принципе, он довольно-таки уже хорошо говорит по-немецки, да, ну, как бы, по-моему, сообщение нормально можно написать. А вот с тайп, тайп у него жестко страдает, у мужа. То же самое в этом сообщении, то есть, вот здесь у нас есть эта самая проблемка, здесь проблемка. Но все это приходит с опытом, приходит, так сказать, с глаз, так сказать, вы тренируете глаз, и вы, можно сказать, потом моментально увидите, где какие проблемы есть. Вот здесь сразу вижу тоже, это самое, здесь видно, что здесь у нас после запятой нужно поставить себе тоже один пробел. Вот здесь тоже, как я говорю, тут надо поставить пробел, вот тут надо поставить пробел после многоточия. Вот здесь хорошо, как-то, а, кстати, нет, это нехорошо. Как-то это самое сплитно, это как одно слово считается через дефис, которое написано, да, И здесь пробелов стоять не надо. Вот. Так что да. Прокачивайтесь, прокачивайтесь и будете супер-пупер тайперами. Если неправильно что-то написали, то это все исправится. Прощаем. Идем дальше. Я тоже хочу стать клинером, но меня комп влагает пипец. Можно как-то клинить на телефоне? Очень хочу стать клинером. Отвечает ему этот вопрос. Можно, но это долго и муторно. Согласна. На телефоне долго и муторно. Про телефонные программки я потом еще постараюсь записать еще видяшку. Про приложение, которое я нашла. Это я в предыдущем ролике уже рассказывала про эти программки. Не буду повторяться. Комп влагает это самое. Если у вас не ноутбук, а персональный компьютер, его в принципе можно прокачать. Допустим, оперативную память можно прокачать. Ну, что-что из легкого. Оперативную память можно докупить. Еще из легкого поменять графическую карту. То есть, ну, правда, графическая карта, она не всегда главная, так сказать. Если, допустим, у вас очень слабенький процессор, то неважно, насколько сильная у вас графическая карта, то она все равно будет хреново работать. То есть, блин. Ну, короче, знать надо, какой у вас процессор. Если процессор мощный. Короче, чтобы на скорость компьютера влияет, в первую очередь, это процессор, оперативная память и графическая карта. В некоторых случаях графическая карта бывает стройна в материнскую плату, и ее вполне хватает, да, смотря как там стройна материнская плата в материнку. Допустим, у меня у сына, я компс собирала ему, у нас, мы ему там графическую карту, мы там не поставили, потому что в этой материнке и так была такая хорошая графическая карта, что он, ну, на сей момент ему все это хватает, да. То есть, если вдруг ему понадобится закрючивать какая-то там графика, он сейчас он собирает, допустим, изучать адобовскую программку After Effects, то есть там видеообработка идет, да, то есть видеоэффект и так далее. Если она будет плохо тянуть, ну, какой-то будет плохо тянуть программку, там будет постоянно зависать и так далее, то мы ему будем докупать графическую карту, потому что у него оперативки достаточно, процессор хорошие, материнка хорошая. Материнка там, в смысле, вместе с графической картой, которая встроенная. Но если это не будет хватать, то мы будем докупать ему графическую карту. Графическая карта, она очень часто довольно-таки дорогая, да, то есть хорошая графическая карта, они дорогие. В России сейчас, я слышала, что там что-то там ушли с рынка там какие-то там топовые бренды, да, но есть у них китайские аналоги различные, я, честно говоря, никого из них не тестила, я не знаю конкретно, да, но по отзывам читала в интернете, я просто себе уже там, ну, какого-то, действительно, как раз-таки пыталась по отзывам найти какую графическую карту интересную. И по отзывам есть достойные такие китайские аналоги, и, ну, причём с ценой довольно-таки нормальной ценой, да. Ну, короче, когда они нам понадобятся, я этим вопросом займусь и узнаю, какая графическая карта более-менее нормальна для этих компьютеров. Вот, а по поводу процессоров и так далее, это самое, сейчас ничего говорить вам не буду, какая модель лучше, какая нет, потому что время постоянно движется вперёд, процессоры новые выходят, потом, ну, короче, технология всё время улучшается, улучшается, да, поэтому сейчас я то, что скажу, это будет через годик-два уже совершенно неактуально, поэтому лучше гуглите в более актуальных сайтах, потому что информация там, ну, там дикорочная информация постоянно обновляется, если вы хотите прокачать свой компьютер. Ноутбуки можно прокачать, но не все, допустим, если у вас нетбук какой-нибудь, да, либо там хром, ну, хромбук, честно говоря, я не знаю, как он это устроен, там, я вообще не разбирала ни разу, вот. Ну, короче, нетбуки, они обычно так сделаны, что там всё как бы очень-очень компактно, да, всё лишнее этого убирают, и его прокачать очень сложно. Есть ноутбуки, где можно поменять оперативную память. В ноутбуках 100% нельзя поменять графическую карту, ну, хотя, может быть, есть какие-то модели, только я, честно говоря, даже не знаю, в каких моделях можно поменять графическую карту. Если и можно поменять, обычно в сервисном центре, когда, ну, если у вас погорела графическая карта на ноутбуке, вы зайдете в сервисный центр, и там в сервисном центре её, это, выпаивают эту часть и новую вставляют. Вот так эта замена происходит. То есть в домашних условиях, как бы, вы не сможете с моего сайта поменять графическую карту. При этом, как бы, улучшить вы тоже, скорее всего, не сможете, потому что там в биосе прописана программа, которая, ну, которая может взаимодействовать только вот с такой определенной моделью графической карты. Если там будет другая модель графической карты, то, скорее всего, она будет, там, не... Ну, там будут какие-то конфликты в трейверах, и вы не сможете с этим ноутбуком дальше работать. Вот, поэтому апгрейдить ноутбуки довольно-таки сложно. Поэтому я и не очень-то люблю ноутбуки. То есть у меня, как бы, есть моделика ноутбука. Вот я специально купила себе, чтобы я, как бы, удобно было с ней учиться. То есть можно было, допустим, в любом месте открыл, на даче, допустим, пошла, открыла ноутбук маленький, да, и там поработала. Ещё я купила такую модель, где у нас есть этот самый тач-скрин. То есть я могу ещё и тыкать на экранчик тоже, там, что-то там порисовать и так далее, потому что это удобно, да, то есть как бы как мобильное устройство я такую себе приобрела штуку. А так вообще основную всю работу я всегда делаю только за персональным компьютером, потому что это очень, ну, очень удобно на нём работать. Конечно, это вложение денежное бывает большое, но если вы разберётесь с деталями, да, то есть можно собрать самому какую-то модельку. Корпус, допустим, этот самый компьютерный, скорее всего, можно найти на какой-нибудь барахолке, там, типа Авито и так далее, а можно даже вот это бесплатно, да, просто, ну, обычный корпус. И в этот корпус, как бы, он как просто как структура получается. Можно корпус хоть самому сделать, там, из дощечек каких-нибудь, да. Единственное, что нужно, этот самый, с обходу вентиляции ещё там разобраться, чтобы, ну, не перегревался этот компьютер, да. Вот. Так что, кому это, кому интересно нормально работать за, ну, вот, нормально будет с фотошопом, нормально работать с другими какие-то программами, советую приобретать компьютер именно настольный. С ним намного-намного удобнее, чем вот на телефончиках. А то, как делать клин на телефончике, я поговорю уже в другом видео, когда-нибудь постараюсь снять этот самый видяшку, ну, вот, не знаю, может, на следующий день, может, через недельку, посмотрим, как получится по времени. Давайте, поехали дальше по комментариям. Так, чать, чать, эдит, где найти японский, а, вот, чать, я опечаталась, простите. Да, чать, часть, спасибо за это самое, что заметили ошибочку. А я три года уже прошло, я так её не исправила. Исправлю. Сейчас, когда закончу видяшку, это, правда, нет, всё же идёт под это уходить, надо будет уже минут через 15-20 опять-таки, да. Так что потом как-нибудь, когда буду монтировать видео, там, это сяду в другой раз, может, когда сына в свадьбу ложусь, сяду с компьютера и там исправлю всё. Спасибо, что заметили мою ошибку. У меня бывают такие опечатки. Так, следующее. Вау, ты так хорошо объясняешься, Натана показываешь, что даже не знаю, почему у тебя так мало активности. Спасибо тебе. Активности мало три года назад было. Но, слушайте, активности мало, потому что это такая, как бы, ниша, да, которая там не особо-то много и желающих, ну, как сказать, маленькая аудитория. Вот. То есть, если бы я, допустим, вела какие-то уроки по фотошопу, иллюстрейтеру не в контексте с мангой, да, а вот конкретно вот я, здравствуйте, меня зовут Такта, я там супер-пупер владею фотошопом, и я буду вас учить, обучать этому делу. То есть, плюс ко всему, помимо этого, еще добавить уроки там по такому-то программу, по такой-то программке, еще, возможно, какие-то самые теории из дизайна, что-то такое добавить. В принципе, к этому я и хочу перейти сейчас, да, чтобы аудиторию как бы расширить, чтобы активность тоже была на сайте, на канале побольше. Вот для этого нужно все это время, опять-таки, да. Сейчас ребенок, это самое, он сколько уже, два дня походил в этот самый детский садик. Ну, как походил, сейчас у нас приходит время, как сказать, привыкания к садику. Это Ясельки, это Ясельки, не садик, а Ясельки еще. Ему еще два с половиной года, пошел в Ясельки. Вот, и там Ясельки, там маленькая группа, там всего четыре человечка, это, и вообще суперски, на самом деле, ну, проходят эти, короче, мы там только часик были, и очень супер, на самом деле, там, проходит это в привыкании, потому что первый день часик мы там посидели, там на улице он поиграл, там, он сначала ко мне бегал, то, что это самое, то, что там, ну, чуть там, ну, немножко, не то, что стеснялся, да, может, немножко побаивался, не знаю, короче, как-то себя не очень верно чувствовал. На второй день уже я сидела в стороночке, он там игрался, потом они вообще-то ушли в другую комнату с этой, с женщиной-воспитателем, там они игрались, без меня уже, получается. Ну, короче, очень супер все проходит, скорее всего, привыкание будет очень быстро, пройдет, да, может быть, недельку-две, и я уже смогу, это самое, ну, несколько часов сидеть дома без него, даже так. Попробую, как это пойдет, надеюсь, что все, скоро, как бы, у меня будет больше свободного времени, потому что, ну, вот я пыталась в предыдущие ролики записывать вместе с ним, вы заметили, наверное, то, что он не любит, когда я не обращаю на него внимания, это очень странно, на самом деле, потому что, то есть я, как бы, могу, допустим, сесть, почитать книжку, то есть он сядет рядышком, будет играть, то есть если я молчу, как бы, не в камеру говорю, то нормально, в принципе, он может дать мне, ну, дает мне время, почитать мне книжку, допустим, да, или, допустим, я готовлю кушать, то тоже, как бы, не особо там он возникает, но вот когда вот я начинаю работать за компьютером или там с телефона утыкаюсь, то все, а ему иногда это нужно внимание мое. Как-то так. Так, по поводу того, что мало активности, ну, вот, да, то, что у нас на сей момент на канале очень ограниченная, так сказать, целевая аудитория, да, поэтому и активности мало, да. Ну, плюс ко всему, у меня и ролики, я делаю больше, так сказать, тяп-ляп, не особо сильно стараюсь на этот сам над качеством. Вот, допустим, сейчас у меня вот это вот пятно, вот это солнечное, да, по идее нужно это все как-то поменять местами, какую камеру сюда, задний фон как-то красиво сделать, с это самым, как бы, ну, звуком более-менее разобралась, а вот свет, допустим, надо как-то там тоже покрасивее сделать. Ну, короче, я особо не над качеством видео не работаю, то есть было время, когда я работала на качестве видео, то я там задний фон улучшила, свет там поставила себе, но потом я переставила компьютер в другое место, и у меня получается, что снова все надо потом настраивать. А сейчас, тем более, камеру от компьютера я отдала сыну своему, потому что он там тоже, у него там видео уроки по онлайн идет, ему камера там нужна. Вот. Так что я сейчас сижу без камеры, без микрофона на компьютере, и записываю все через телефон. По идее, у меня есть... Я купила этот самый специально такую камеру. Ой, секундочку покажу. Похвастаюсь своей покупкой. Бывушную купила за 300 с чем-то евро, я уже не помню, сколько я тут заплатила. По-моему, 300 с небольшим евро заплатила. Так она стоит около там 500 примерно, стоила, когда она была новая, да? Этот самый EOS M50, кто разбирается в этих камерах, вот кому надо. Вот, так вообще, эта камера, это самое, у нее экранчик можно повернуть, вот так вот, да? То есть я могу снимать сама себя и вижу, что тут находится на камере, да? Плюс ко всему, она видео тоже хорошо снимает, то есть, допустим, если вы хотите заниматься видеоблогингом, то вот эта вот моделька, она как бы хорошая для видеоблогинга, да? То есть она не особо дорогая, то есть как бы, да, 300 евро это, конечно, охренеть как дорого на самом деле, да? Но есть модели и покруче, но они для видеоблогинга, в принципе, ни к чему, то есть там можно делать более крутые фотографии, да? Но на этот фотоаппарат тоже можно делать хорошие фотографии, и для моих, допустим, нужд, это вполне нормально. То есть с этой фотографией можно ходить, допустим, там, свадьбы фотографировать, если надо вот фотосессии какие-то делать различные. Я ни разу ничего не делала. Нет, я делала одну фотосессию. В театральной группе у нас надо было сделать небольшую фотосессию для этих, для брошюрки. Где-то там брошюрочка. Я уже показывала, покажу еще разочек. Где их хвастали. Вот брошюрочка для этого CD-диска. Здесь у нас персонажи наши, то есть это наш куратор и вот актеры, которые там, так сказать, участвовали. Тут еще я делала фотосессию, как это все снималось. Вот так вот, этот патч у фотографий. То есть, в принципе, для вот таких вот нужд это было вполне нормально. Ну и там еще пару фотографий, это самое личное, для их личного использования отправила. То есть там такая, то есть не все фотографии вошли в эту брошюр, так сказать, да. Ну и фотография просто именно память сделала так. Отправила. Вот. Короче, я хотела вот эту камеру каким-то образом поставить на треногу, там вот, блин, я не хочу двигать сейчас ту самую конструкцию, чтобы она не свалилась у меня. Короче, у меня тут полка такая, да. Я хотела как-то там поставить вот эту конструкцию. Я, наверное, сфотографирую, да, вот это вот, и потом с фоткой поставлю. И вот таким образом как бы снимается вот на эту камеру все, ну, чтобы это и качество картинки было хорошее, качество света там. У меня тут есть лампочки, то есть здесь у меня лампочка, потом там еще где-то там валяется лампочка, и нужно потом поставить как правильно. Короче, нужно еще свое рабочее место, свое рабочее место как-то оформить хорошо. Плюс ко всему, опять-таки, раз я камеру, свою вебку и микрофон отдала сыну, мне теперь нужно еще их свои вебку с этой самой поставить сюда собственной, да, чтобы не перетаскивать каждый раз. В общем, это все займет какое-то время, чтобы улучшить качество видео самого. И, да, короче, когда-нибудь, когда-нибудь, когда мне будет было больше свободного времени, я этим займусь и вернусь уже более, ну, вернусь к этому каналу, буду продвигаться, далее, далее, короче. Когда-нибудь буду этим заниматься, но пока что неизвестно когда. Пока что до сих пор в отпуске похода за ребенком. Обычно это длится до трех лет, с трех лет он должен пойти в садик, но ему три годика будет в январе, а садик начинается с августа, то есть еще целый год, получается, он будет ходить в эти ясельки, посмотрим, насколько я буду свободна в это время, ну, а начиная с садика, там, по идее, уже должно быть прям вообще супер-пупер все находиться, получается. Ладно, поехали дальше. Следующий вопрос, буквально еще минут пять у меня остается. Два штуки найдем, что-нибудь интересненько. Так, спасибо, очень помогли. Пожалуйста, поставим вам лайк, чтобы понять, что я тут ответила уже. А где скачать можно? Вроде раньше ссылка была где-то на стараемую рабочую среду. Так, видимо, скачать, наверное, вы имеете эту программку фотошоп, да, по которой тут идет речь. Смотрите, скачать можно, во-первых, на официальном сайте Adobe, но там нужно будет платить абонентскую плату каждый месяц за это самое, за программку, что мне вообще на самом деле очень не нравится эта политика с абонентской платой. Я люблю, когда программка подается, допустим, заплатить там, допустим, пять тысяч рублей, да, и получить программку навсегда, да. Хотя бы вот даже не то, что можно даже без обновления, просто вот эту вот, вот эту конкретную версию, да, и пускай она у тебя будет сколько там, ну, на всю жизнь, получается, можешь пользоваться. Допустим, в видео, где я обрабатываю программу, как называется Muvavi, там можно купить какую-то версию, одну определенную, да, у меня две версии купленные, пятнадцатая версия и восемнадцатая версия, то есть пятнадцатая версия, она как бы уже устарела, и я ей потом купила более новую модель, более новую версию, восемнадцатую версию. Но я заплатила один раз, да, и все, мне больше не нужно париться о том, что это абонентская плата, каждый месяц что-то там платить, короче, вот эта вот эта фигня вот с абонентской платой, это на самом деле для пользователя это триньдец какая херня, а для фирмы это вообще на самом деле суперская, суперидея, вот эти делать абонентские платы, это на самом деле как сказать, золотая жила в этих самых абонентских платах, но не для пользователя, это не клиентаориентированно, Это очень не клиентаративно, вот эти вот абонентские платы. И я, это сказать, это, можно сказать, самая главная причина, почему я не хочу покупать фотошоп. Я фотошоп и все версии, которые у меня есть, я их скачала с, ну, так сказать, с сторонних ресурсов, где там уже есть таблетка так называемая, да. Вот. Если вам интересно, тоже погуглите, это самое, через торрент качайте. Есть сайт, допустим, рутрекер, да, то есть окончание там, оно все время меняется, потому что он постоянно с одного зеркала на другой перескакивает, да. Рутрекер погуглите, и там, на этом сайте, там нужно зарегистрироваться, и через торрент качайте любые программки, которые вам нужны. Но, если что, это не я вам сказала, потому что биратством, по идее, заниматься не надо. А я делаю это только что. Ладно, давайте я сам еще вопросик. Так, у вас Node, Node. Так, клин. А, нет, у меня не Node. Во-первых, Node пишется через букву T, от английского слова Note, ну, Note, записка, записная книжка, ноутбук, записная книжка, то есть, первоочайно, ноутбук, он как планируется, как, как сказать, компьютер, который работает как записная книжка, которую вы все время можете взять с собой. Поэтому он ноутбук, по-английски, ноутбук, да, поэтому пишется через T. У меня на вот этом конкретно видео, там, по-моему, не ноутбук, там как раз и персональный компьютер, и хотя бы говоря, я про это самое только что рассказала, с чем отличается, что там ноутбук от персонального компьютера и чем там все, с чем персональный компьютер удобнее, чем ноутбук. Плюс ко всему, у ноутбука клавиатура, допустим, она более маленькая, и мне, допустим, не очень удобно на нем вообще печатать. Конечно, к этому всему можно привыкнуть к маленькой клавиатуре, но все-таки на большой клавиатуре гораздо, так сказать, удобнее, на мой взгляд. Вот, еще ноутбук чем неудобен? А, еще неудобен тем, что нужно перестраивать... Монитор все время перестраивать... Короче, монитор на персональном компьютере, его можно поставить, как вам удобно, да, можно поставить два монитора, можно поставить три монитора, сколько угодно. А на ноутбуке у вас там один мониторчик, можно прикрепить еще один, но вот этот главный монитор, он получается у вас только вот на таком расстоянии, все, да. А здесь я могу устранять, например, любое, как бы получается, клавиатура просто поближе, это подальше и так далее. То есть в этом тоже еще как бы удобство персонального компьютера. Так, мне тут снова телефонный звонок идет. Короче, давайте на этом заканчиваем, потому что мне сейчас надо собираться выходить с самого ребенка, там забирать. Плюс, ко всему, мне еще этот муж звонит. Так что на этом вопросики мы закончим и продолжим в следующий раз. Все, всем спасибо за внимание и счастливо!